В Мурманскую область за новыми впечатлениями приехали фотографы из Норильска. Пять дней они провели в Кольском Заполярье. Вдохновение искали в цехах, машинах, трубах и механизмах. Специализация этих творческих людей – индустриальная фотография, их стихия, карьеры, скиповые стволы, огромные мельницы, переплетение труб, лестниц, переходов. А объединил влюбленные в геометрию цехов и большие машины фотографов проект заполярного филиала Норникеля «Продвижение». Вот уже несколько лет норильские горники, обогатители и металлурги приглашают местных фотоблогеров к себе на производство. А в этот раз организовали для них поездку в Кольский дивизион компании. Большое огромное спасибо принимающей стороне, управлению общественной связи Кольской ГМК. Мы очень рады были познакомиться с таким городом, как Менчегорск. Также мы побывали в городе Заполярный и посетили поселок Никель. Очень впечатлены поездкой. Считаю, что такое творческое взаимодействие имеет очень большое значение как для развития региона, так и для саморазвития наших ребят. Манчегорск изменился в лучшую сторону. Последний раз я здесь был в 2014 году. Манчегорск изменился. Мурманск посетил впервые, тоже поражает. Ну, порт – это наше все. То есть здесь, конечно же, очень масштабно. Не удалось, конечно же, поймать не наши суда, так чтобы крупным планом. Но зато другие есть в коллекции. То есть понравилось. Показали фотографам, конечно, не только производство. В Печенском округе, например, они побывали на водопадах и познакомились с новым эколого-индустриальным маршрутом «Шпиль-555». Для съемок на природе погода, на которую часто ворчат жители Кольского полуострова, норильчанам препятствием не стало. Мы уезжали из Норильска, у нас было минус 8. Вот поэтому вашей плюс 5, можно сказать, попадание в прекрасную золотую осень, которой в Норильске в этом году не было. Ну а то, что был небольшой дождик, я думаю, ничего страшного, мы не растаем. Я был просто очарован в Манчегорском и влюблен в никель. Я обязательно приеду в следующем году уже самостоятельно для того, чтобы отснять документальный проект. Возможно, получится сделать книгу. Хоть и города не такие большие, как можно себе представить, я, наверное, не видел 10%. Ну, на мой взгляд, я бы хотел побыть здесь гораздо дольше, чтобы можно было бы, ну, с уверенностью сказать, что я сделал достойные снимки. Поездка принесла не только новые впечатления, но и творческие связи. Для их укрепления инициаторы проекта подумывают об организации ответного визита фотографов Манчегорска и Печенского округа на Таймыр. Илья Кумлев, Павел Третьяков, ТВ21+.